Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 марта, день Савина. Святой мученик Савин был правителем гипетского города. Его уважали жители, которым он всегда помогал. Во время гонения на христиан он уединился в пустыне и оттуда подавал всем помощь. Был выдан одним нищим, которому ранее неоднократно помогал. Его схватили римские воины и привели на судилище. Мученика держали острым железом и жгли огнем, принуждая поклониться идолам. За отказ он и шесть его товарищей были потоплены в Ниле. К этому дню снег обычно таял, и санный путь уже не действовал, поэтому говорили, на Савина крестьянин сани спрятал. Загоняли сани во двор и готовили телегу. Проверяли, насколько она цела и не нужно ли ее было ремонтировать. Кстати, современные водители, соблюдая традицию, именно сегодня проверяют свои автомобили на предмет различных неисправностей. Приметы. Теплый день предвещает такую же погоду в ближайшие дни. Громко воробьи чирикают и купаются в лужах. Будут теплые дни. Облака сегодня высоко плывут по небу к теплу. Нельзя есть хлеб после захода солнца. Это к нищете. Не одалживая деньги сегодня, весь год в долгах ходить будете. Сегодня не следует спорить с людьми, ссориться, чтобы не навлечь на себя беду. Сегодня не растапливали печь и не выпекали в ней хлеб, чтобы не навлечь в беду. Вообще не рекомендуют сегодня разводить огонь. Если поднимать тяжелые вещи, забот прибавится. Не следует сегодня садиться в сани. Можно свою удачу проехать. 23 лунные сутки Энергетика этих лунных суток весьма мощная. Поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны неконтролируемые всплески раздражений и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате. А после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти.